В общем, с главной страницы курса уходим в правый верхний угол, где шестеренка. Нажимаем More, и здесь у нас есть Question Bank. Мы можем импортировать вопросы, либо сами их вводить. И вот, когда мы нажимаем на Questions Themselves, здесь нажимаем Create a New Question, и у нас есть выбор между Multiple Choice, True or False, и для открытых вопросов Essay. Для начала создадим Essay. Здесь у нас несколько полей, которые обязательны для ввода. Question Name, например, Astronomy. И в самом теле вопроса, Question Text, у нас есть панель форматирования. Мы можем добавить рисунки, видео и так далее. Здесь вводим, например, Name, то есть 3Panet. Так, также даем оценку по умолчанию. Пусть здесь у нас будет 3 планеты и по баллам на каждую. Далее, когда студент нажимает Submit, мы можем выдать ему общий фидбэк. Например, Everything went well. Далее здесь мы выбираем формат. Пусть это будет HTML или Plane. В данном случае можно Plane. И мы не даем им возможности загружать свои файлы. Значение Input Box на 15 линий. Это будет показывать по умолчанию вот такое окошко. И 15 линий это примерно вот столько. Но студенты сами могут увеличить или уменьшать, поэтому ничего страшного. Можно 15, можно чуть меньше оставить. Allow Attachments нет, потому что мы не даем им загружать файлы. Так, все остальное без изменений. Нажимаем Save Changes. И вот у нас появился первый вопрос с открытым эссей. Теперь нажимаем Create Any Question. И, например, True or False. Здесь вводим название True or False. И в теле вопроса вбиваем сам вопрос. Choose True. Default можно ставить 1. Correct answer True. То же самое можно выдать общий фидбэк. Либо фидбэк на каждый из ответов. На True или на False. Нажимаем Save Changes. Далее создаем еще один вопрос. Это будет простой Multiple Choice. Question Name. Нужно ждать, пока прогрузится строка форментирования, потому что без этого он просто не начнет от текста. Пусть это будет Simple Multiple Choice. И здесь Choose 5. Дефолт пусть остается единицы. General Feedback тоже. У нас имеется всего лишь один правильный ответ, поэтому мы оставляем One Answer Only. Мы также перемешиваем вопросы, ответы в вопросах. И здесь, в разделе ответов, мы вводим в первой строке. То есть, например, Choice One. Это как раз и есть наш вариант ответа. Great. Он будет здесь нулевым. И Feedback. Если человек выбрал его и ответил, ему здесь можно, например, написать Wrong. Или еще что-нибудь вроде этого. Следующий вариант ответа – это 2, 3, 4 и 5. И вот на пятый вопрос, точнее на пятый вариант, у нас будет 100%, потому что это правильный ответ. Ну и здесь есть такая опция, что при одном 100% правильном ответе мы можем указать еще несколько вопросов, которые будут давать положительное количество процентов, либо отрицательное. То есть, например, если человек ответил 4, то у него минус 10% к общей оценке идет. Либо, если он ответил 3, то у него идет плюс 10%. При этом он не зарабатывает 100%, но если он сразу выбирает пятерку, то он зарабатывает только 100%. Далее здесь идем Multiple Thrice и выбираем 0. Сохраняем. Так, у нас здесь есть уже 3 варианта вопросов. Теперь последний вариант – это будет, когда у нас имеется много правильных ответов. И мы его назовем… Сейчас прогрузится. Модуль. Так, называем его Multiple Correct Choice. Choose everything above 2. У нас здесь будет 5 вариантов ответов. Все, что больше двух – это 3, 4, 5. Соответственно, 3 вопроса правильных. 3 ответа правильных. В этом варианте мы выбираем One or Multiple Answers. И здесь у нас Multiple Answers Allowed. Также мы их shuffle. 1, 2, так, не сюда. 3, 4, 5. И на каждой из них от максимального ответа будет по 33%. Малтипл Трайс делаем 0. И Save Changes. Все, в нашем банке 4 вопроса. И мы можем добавлять их в сам куиз. Для этого уходим на главную страницу. Выбираем опять шестеренку и Turn Editing On. Нажимаем Add an Activity. Здесь выбираем Куиз. Добавляем. Ждем, пока прогрузится форматирование. Называем, например, mock quiz. В Description мы собираемся сделать так, чтобы студенты, когда нажимали Next, они сразу субмитили свои ответы. И это будет Sequential Submission, так что надо прописать в Description, что они не смогут вернуться назад. Так, мы также хотим, чтобы данный Description у нас появился на странице нашего курса. Далее идем в Timing. В Timing выбираем, когда будет открыт. Например, он может быть открыт два часа в пятницу и так далее. Но на данный момент я ничего не буду это выбирать. Я выбираю количество времени на четыре вопроса, например, пять минут. Далее, если мы выбрали, например, время закрытия куиза, мы можем выбрать алгоритм, чтобы все открытые попытки студентов закрылись автоматически. Предположим, что у нас закрывается в 16.59. И один из студентов зашел в 16.58. Соответственно, у него не пять минут уже остается, а одна минута. При выходе времени сразу автоматически субмитится куиз. Идем в Grade. У нас здесь одна попытка максимальная. Можно выбрать Grade и Path, но это необязательно делать именно сейчас. Теперь Layout Sequential. Таким образом, всякий раз, когда они нажимают Next, они будут субмитить свои результаты. Shuffle. Да. Так. Review Options. Отключаем все. Так. Appearance. Это сбоку будет появляться большая фотография студента. Все остальное у нас готово. Все можно Save and Display сделать. Так. Вот появился экзамен и description экзамена. Но так как пока мы не хотим, чтобы наши студенты все видели, его можно пока скрыть. Все, он в скрытом состоянии. И отсюда мы можем уже изменять куиз. Если ничего изменять не надо, нажимаем Save and Display и отсюда Edit Quiz. В данный момент, когда мы нажимаем Edit Quiz, мы сможем выбрать вопросы, которые будут там появляться. уходим вот сюда. Здесь будет Add. Добавляем из Question Bank. Он прогрузил нам вопросы доступные. Соответственно, мы их все четыре выбираем. Вот они у нас здесь показаны. Каждый из них будет разделен в отдельном разделе находиться. И мы можем изменить настройки либо изменить максимальное количество баллов и так далее. В принципе, здесь нам больше ничего не нужно и мы нажимаем на Save. И вот так будет выглядеть сам quiz. Например, Name first three planets Mercury Venus Earth Все, мы нажимаем Next Page и это будет Submission для данного варианта ответа. Здесь у нас Multiple Correct Choice Question и Choose Everything Above Two 3, 5 и 4 Choose Five Далее у нас True or False Выбираем True и Finish Attempt. Здесь нам предлагают либо вернуться к attempt, но если мы вернемся, ничего не произойдет, потому что мы не можем ничего изменить, поэтому Submit All and Finish. В данном раскладе мы не можем видеть правильные или неправильные ответы, то есть студенты не смогут это увидеть. Finish Review Если бы это был настоящий quiz, здесь бы у нас появился список студентов с возможностью просмотреть их варианты ответов. В списке показывалось бы также, какие из ответов у них неправильные, а какие правильные. Кроме того, давался бы общий результат с общей оценкой. На этом все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!